Звучит музыка Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами уже встречаемся в рамках нашего цикла «69 раз». У нас третья часть – изучение страсти гнева. Гнев – человекоубийца. Такое название у нас на нашей передаче, нашего цикла. Почему человекоубийца? Потому что так в Евангелии формулирует Господь, что гневающийся напрасно на брата своего – есть человекоубийца. Поэтому мы это название берем из Евангелия. Кто только присоединился к нам, я обращаю ваше внимание, что нужно начинать с первых передач, потому что мы идем с вами по циклу, это цикл передач, не просто встречи, потому что нам захотелось с вами просто пообщаться. Мы прошли с вами уже страсть чаеугодия, блуда, сребролюбия и вот следующая – страсть гнева. И мы разбираем смертные грехи. На предыдущей передаче я рассказывал о том, что есть грехубийство, и различал, и, собственно, так и различает Священное Писание и Господь. Посмотрите внимательно, есть уничтожение противника на поле боя, и это не является грехом. И грехубийство, когда один человек другого уничтожает по какой-то греховной причине. И вот вопросы возникли, ну, естественно, возникли, это очень хорошо, я прошу ваших вопросов, братья и сестры. Я говорил о том, что есть войны справедливые, есть несправедливые. Справедливая война – это та, когда преследуется благородная, правильная, на самом деле благородная, правильная цель, да, защита своей земли или оказание помощи каким-то государством, с которым заключен союз, официальное приглашение для этой помощи. И несправедливая война, когда эта война захватническая. И один наш зритель написал, что на нашу передачу обязательно обидятся афганцы. Вот хочу сразу ответить, потому что писать мне что-то было некогда. Давайте я отвечу сразу. Афганцы бывают разные. Вот есть афганцы, которые воевали в Афганистане, под афганцами мы все сами понимаем, да, это наши советские солдаты, которые воевали в Афганистане и исполняли интернациональный долг. И есть афганцы, которые, страна НАТО, которые вот не так давно в этом году покинули Афганистан. Это разные афганцы. Вот те, которые наши, советские, да, которые среди нас, слава богу, живут и даем бог здоровья. Я знаю этих людей, уважаю, и у нас с ними хорошие отношения есть, с некоторыми, кто знакомые мои, которые воевали, и государственные награды имеют, и достойные люди. Эта война как раз была справедливая, потому что она велась по просьбе правительства, да, и, соответственно, цели захватить Афганистан не было. Была цель захватить, вернее, уничтожить вот то бандитское, бармалийское там сопротивление, да, законному правительству. И то, как воевали наши солдаты, да, по-честному, достойно, никто там не мучил, не убивал там людей на свадьбах и на похоронах. Хотя понятно, что любая война, она так или иначе приводит к жертвам среди мирного населения, но никто не ставил такой цели, да. А те афганцы, которые натовские, да, они, может быть, обидятся, но я думаю, что они наши передачи не смотрят, но те, кто посмотрит, может быть, обидятся. Ну, что делать? Такая их несчастная судьба, что они, как солдаты, выполняли вот такие приказы, очень странные. Поэтому наши афганцы не обидятся, потому что, еще раз напомню, что эта война была справедливой, да, законной. Вот как наши сейчас вооруженные силы присутствуют в Сирийской Арабской Республике. Почему? Потому что они, там много кто присутствует, да, посмотрите новости, там и Турция присутствует, и Блок НАДО там присутствует, и Иран, и так далее, и наши, в том числе, военнослужащие. Но наши присутствуют там законно, потому что законное правительство пригласило помочь, да, и мы, как страна, которая способна помогать и наводить порядок в какой-то другой стране, чтобы тот беспорядок не пришел к нам, потому что, на самом деле, Сирия близко, да. Вот сейчас наши вооруженные силы наводят там порядок, и достаточно успешно. Поэтому вот это вот тоже война справедливая, да, война по уничтожению зла и наведению порядка. Ну, я думаю, что с этим мы закончили, да. Давайте мы приступим дальше изучать смертные грехи. И один из смертных грехов – это выкидыш. Ну, что такое выкидыш, я думаю, все взрослые люди понимают, да. Вот женщина забеременела, и случается такое горе, когда младенчик или умирает у нее в очреве, или происходит по разным причинам то, что он извергается, да, уже там или умертвый, или умирает в этом процессе, и, соответственно, не рождается, да, человечек неживой. Само по себе, если это происходит без… Вот я написал тут, если есть вина, да, вина в чем происходит? Вот смотрите. Бывают истории, они, я очень сочувствую тем нашим сестрам, которые очень искренне хотят ребеночка, да, семья желает, давно ждут, там, даже лечатся, там, что-то делают, чтобы это было. И вот получается беременность, все радуются, ждут, и вдруг, получается, выкидыш, да. Горе, ну, конечно, горе, да, потому что мы же понимаем с вами трезво, что ребеночек не родился, да, не крестился, там, какова его загробная участь некрещенного, тоже мы это с вами знаем. И, конечно, это горе для семьи. Но мы тут сталкиваемся с промыслом Божиим, да, то, что мы не понимаем по-человечески, у нас ограничены же средства познания, да, понимания, почему так получилось, мы не знаем. Вот тут важно понять, виновата мамочка, да, или родители вообще, или нет. Так вот, если вины нет, то есть хотели, ждали, готовились, все было нормально, следили за собой, там, не злоупотребляли, там, какими-то неправильными веществами, и так далее, то есть все ждали, да, и тут получилась такая беда. Но тут что? Тут сказывается, в первую очередь, и наша ослабленная человеческая природа, да, в какой атмосфере мы живем, экологической в том числе, да, чем питаемся, какой образ жизни у нас, и человечество становится слабым, да, физически в том числе. Ну, да и раньше так же было, что рождалось много детей, но мало кто выживал, да. Это было всегда, но вот поврежденная наша природа человеческая, к сожалению, да, приводит к этому. И то, что мы и болеем, и страдаем, и мучаемся, и умираем, да, телесно, это все, все есть. И поэтому это, конечно, горе, да, горе нашей человеческой природы падшей. Если вина, нет вины, да, нет вины тогда одно. И, к сожалению, знаете, бывает так, что вот я встречал тоже такие случаи, когда даже верующая женщина вот теряет так младенца и говорит, все, я разочаровалась в Боге, потому что он там, я не слышу, меня не любит, там, его нет даже, так вот, к сожалению, бывает из-за такого случая. Потому что мы, к сожалению, привыкли, знаете, жить в условиях, нажми на кнопку «Получишь результат». А это не всегда так работает. Вот мы должны понимать, что и зарождение человека, да, это таинство, по сути, да, рождение человека, его зарождение, его жизни, оно зависит только от Бога самого. Поэтому, если человек, допустим, ничего не делал, но женщина, допустим, ничто не делала для того, чтобы избавиться от младенца, то тогда нет ее вины, так, она не отвечает за это. Это просто так получается, потому что получается. Потому что тут вмешивается то, что мы не понимаем. А вот надо проанализировать, есть ли вина, в чем вина. Бывает так, что женщина говорит, это ребенок нежданный, так скажем, да, мы его не хотим. И вот она уже заранее его не любит. Она впадает в печаль, представляет, что будет там. Бывает так, что там младенчик уже один есть, вот она не хочет свозиться с другим, там, не спать ночами, вот фигуру попортит, еще что угодно. Вот приходит в такое жуткое печальное состояние, да, когда не ждет с любовью, да, этого малыша понимает, что это промысел Божий, а вот именно уже его ненавидит. И в итоге, получается, исторгает как бы из себя вот эту уже зародившуюся жизнь. То есть вот состояние печали, такой глубокой печали, непринятия, оно, ну, Бог говорит, ну, не хочешь, ну, я заберу тогда. Зачем тебя мучить? Ну, живи, как ты хочешь, да? Но уже в состоянии, вот в этом состоянии, по сути, убийства, да? Бывает так, что мамочки забеременев начинают там, допустим, ну, я встречал такие истории, к сожалению, они грустные, неприятные, там, усиленно заниматься какими-то физическими видами спорта или специальную физическую нагрузку делать, потому что аборт как бы не хотят делать, да, идти к медикам там, чтобы это публично как-то так или иначе стало. Вот они пытаются, там, или горячие ванны, что-то принимают с чем-то. Я сейчас не буду, конечно, учить, да, по телевизору тому всему, но просто это есть, да, вот среди народа-то ходит. И если вот такие методы приприняты были и выкреш получился, понятно, что мамочка, она отвечает за вот этот грех, да, смертный грех убийства. Но тут вы, я надеюсь, поняли, да, тут все очень тонко, в том плане, что надо посмотреть духовное состояние родителей и мамочки. И папа, как всегда, тоже несет ответственность, да, тоже понимаете. Если, допустим, женщина забеременела, а ее муж начинает там ее гнобить за это, там, толкать на аборт, там, или еще что-то, и вот она впадает в такое, сама в печальное состояние, потом аборт получается, тут, конечно, огромная ответственность и отца, да, получается так. Сколько у нас таких кавалеров, которые поматросил и бросил, да, это тоже ответственность мужчины, получается, ты как предатель поступаешь, как убийца уже в этом случае. Это очень так сложно и непросто. Не просто, что там повеселились и разбежались. Это все несет за собой один грех тянет в другой, да? Допустим, там, какое-то блудо, любое деяние несет еще и убийство. И это как ком накручивается, накручивается, мы все хотим счастливо жить. Какое счастье может быть после этого? Следующий момент очень важный и отчасти современные, братья и сестры. Технологии развиваются человеческие. Наука у нас в большинстве своем, понятно, не религиозная, она светская. Большинство ученых, занимающихся различными вопросами развития медицины, технологий медицинских, открыто себя не признают верующими людьми. Поэтому человек рассматривается, ну, по сути, я грубо, конечно, скажу, упрощенно, кто-то может обидеться, но это, братья и сестры, мы договаривались с вами, что у нас честный с вами разговор. Человек рассматривается просто как кусок мяса, да? И этот кусок мяса можно там кроить, перекраивать, там что-то делать, и мы большими скачками движемся в этом самом направлении. Ну, не мы с вами, нас тянут, да, общество. Когда уже развивается философия постчеловечества, когда сначала фантасты, а сейчас уже и ученые начинают думать о том, как скрестить компьютер с человеком, там и так далее, да? То есть вот все непросто, и это все будет. Я думаю, что, не дай бог нам с вами увидеть это все, но это очень все быстро происходит. Так вот, произошло что? Произошло, так скажем, ну, таким словом, десакрализация, да? То есть сакральность – это святость, да? Святость – отношение, благоговение отношения к человеческому телу, как к тому, что создал бог, да? К жизни человеческой, к его телу, к его здоровью, к его личности, к его свободе. Все это сейчас попирается очень сильно. Это вы, я думаю, видите, да? Огромными скачками все это идет. Так вот, что происходит? Происходит то, что сейчас начинаются разрабатываться и разработаны уже, да? Косметические средства на основе… Вот я написал тут… А, прошу прощения, я перескочил, я вот на это перескочил. Давайте вот это сначала обсудим, потом к этому вернемся. Вот про это сейчас я начал говорить. Абортивного материала, да? Вот абортивный материал я поставил в кавычки, потому что что такое абортивный материал? Это убитый человечек, да? Во время аборта убитый, из которого берутся клетки, стволовые клетки, они так называются. Почему? Потому что вот у нас с вами, у взрослых людей, клетка долго не может делиться. Там определенный есть порог, когда наша клетка делится-делится и потом прекращает. А если взять клетку у нерожденного еще младенца, у которого тело еще развивается, да, растет, вот взять эту клетку, то она может длиться бесконечно. Да? И поняв это, узнав это, к чему у нас приходит наше научное сообщество, медицинское сообщество? В том, в понимании, что общее происходит, ребята, да, мы наших детей готовы уничтожить, чтобы получить, там, косметическое средство, омолаживающее, да, или взять стволовую клетку и вживить в человека для решения каких-то вопросов, да, со здоровьем. Это уже есть, да, и я сталкивался с этим тоже. Сейчас вот эти новомодные наши дела, связанные, открыто нельзя называть, да, вот новомодная болезнь у нашей. Тоже ведь использовано также вот этот вот материал. Только некоторые наши христиане говорят, да это просто вот убили младенчика, кто-то пошел там собрал, там, из этого все сделал. Дорогие мои, ну что мы такие наивные с вами? Если взята живая клетка, она нужна живой, да, на основе которой вирусы выращиваются, из которых потом делаются там препараты различные, да, она нужна живой, и поэтому те, кто берет ее в эту самую клетку, он присутствует в этом абортарии, он в этом участвует, то есть клетка должна быть живой, не замороженной, не взятой там с помойки, или еще откуда-то выкопанной, она должна быть прямо взятой из живого человечка, нерожденного, понимаете, то есть когда берется вот эта вот клеточная линия, известная медицина, думаю, что кто в теме, тот в теме, это все берется во время этого самого убийства, а не по-другому, никак, и мы с вами должны поднять очень важный вопрос, братья и сестры, что с нашей человеческой цивилизацией, да, это уже было раньше, это было во время языческих эпох, когда человеческое жертвоприношение считалось необходимым, самым ценным, и поэтому когда-то в обществе была какая-либо беда, то там пожребили, еще как-то там военнопленных брали и приносили в жертву, для того, чтобы, принеся в жертву одного, да, все стали жить лучше, как бы вот с этим божеством, навести некий мир и порядок, да, и получить некое благополучие, и вот сейчас мы, современные люди, образованные, да, мы используем, используем вот эти, в кавычках еще расскажу, материалы, да, взятые во время аборта, то есть ребенок погибает во время изъятия этих самых органов, когда там у него там с надпочечника берут, там с сетчатки глаза, там и так далее, это полное такое, знаете, безумие, используется в медицине, это все, в косметологии, и чем это не повторение вот этого самого опыта языческой жизни, когда молоху приносятся в жертву дети, чтобы взрослые, дяди и тети, жили благополучно, были красивыми, были здоровыми, понимаете, не хворали, жили долго здесь на земле, и когда мы христиане с вами, это видя и понимая, начинаем оправдывать, знаете, есть такое оправдание, да нет, эти младенчики, они как Христос, пострадали ради других, на основании их клеток сделаны там препараты, ребята, что с нами, как можно убийство вот это, да, сравнить со Христом, Христос это добровольная жертва, он, богочеловек, сам пришел сюда на землю, для того, чтобы отдать себя на крест, да, умереть ради нас, а не убить кого-то другого, чтобы потом на основании этого убийства, полдов этого убийства, да, мы могли жить спокойно, весело, радостно, ездить на курорты, жить долго и счастливо, мы за это будем отвечать, это все, плоды вот этого самого каннибализма, плоды поедания себе подобных, понимаете, поэтому давайте к этому внимательно относиться, это очень страшно, и все это наукообразно, все это красиво рассказано, особенно мне, знаете, поражает логика, что 50 делений же прошло, это уже не тот человек, ребята, ну это уже не тот человек, но это человеческие же клетки, правда, они же не стали клетками грибочка, клетками ежика, или клетками там, я не знаю, ромашки на поле, это человеческие клетки остаются, и, соответственно, вот если мы с вами будем невнимательны к этим вещам, то мы ускорим вот это приближение расчеловечения человека, понимаете, когда сначала тело будет вот такое, да, ну отношение к телу такое, неблагоговейная и недуховная оценка, а потом и к нашей душе и к свободе, понимаете, это все приведет вот к этому, но к этому приведет, потому что я думаю, что в царство натихристое только это и будет практиковаться, нарушение прав и свобод, то, что мы сейчас как бы пользуемся этим, и не чувствуем, что у нас это есть сейчас, что это благо, да, что у нас даровано нам это благо, поэтому если человек, допустим, осознанно, я понимаю, что он неосознанно ему там, он не знал, там сделали, и то надо обдумать этому человеку, но если он осознанно оправдывает, чтобы стать красивым, да, или красивой, там, уколы с этими стволовыми клетками, то мы, дорогие мои, вообще, получается, выпадаем, вообще, система христианства, что это такое, и в медицине тоже. Нельзя жить за счет другого, за счет смерти другого человека. Нельзя, это нравственный закон, и в законах церкви, нашей с вами, Русско-Православной Церкви, в документах архиерейских соборов, нам, как архиереи наши, определили тоже, что мы не имеем права пользоваться, потому что мы будем вот такими вещами, потому что мы являемся соучастниками этого самого убийства. Понимаете, да? Крайне важные, серьезные вещи. Вот будьте внимательны, будьте осторожны, братья и сестры. Вот пословица «семь раз отмерить, один раз отрежь», она к этому тоже относится. Чтобы не оказалось, что тебе в медицинском или в каком-то косметологическом центре предлагают услугу, ты за это заплатил, а тебе получается, ты получил вот это вот в итоге, да? Соучастие в убийстве невинного младенца, которого растерзали в живом состоянии на атомы, да? И хотим принести себе счастье. Я думаю, что вы поняли, да? Это очень серьезно и очень внимательно. Вот я немножко перескочил, давайте вернемся вот к этому, да? Применение абортивных противозачаточных средств. Это продолжение этой темы. Химия у нас развивается, да? И фармакология развивается. И, казалось бы, еще проще. Вот не хотим мы детей, взяли, что абортивные средства какие бывают? Бывают химические, да? Медики могут меня поправить, но я так грубо, да? Поскольку у нас с вами не про это речь, не про подробности, а про смысл, так скажем, про направление, да? Про проявление грехов. Есть химические средства, да? Когда женщина принимает химию, и что делает эта химия? Она не мешает соединиться мужской и женской клетки, да? Вот когда соединения нет, там как бы и человечка нет, да? И аборта нет. А тут получается как? Они соединяются, то есть это уже человечек, да? Это уже запланированный Богом человечек. Пусть он зародился не в семье, допустим, сколько таких историй бывает. Это горе-горе, грех-грех, но родился уже человек. Давайте вот это воспринимать, да? Не относиться к нему как к какому-то выродку-то. Это же человек уже. Он не виноват, что у него родители сумасшедшие. Вот, получается, соединилась. И вот эта химия, она не дает этому уже младенчику прикрепиться к стенкам мамы, да? И начать питаться, расти. Или внутри мамы создается такая среда, которая убивает этого уже зародившегося, получается, младенчика. Сыночка, дочку там и так далее. Понимаете? То есть это уже аборт. Не видно крови, не видно растерзанных младенчиков, не видно ручек-ножек, там брошенных добрыми дядями, врачами на помойку. Поскольку у меня довольно широкий круг общения, я знаю, как бывает так, что после аборта ребенок еще живой, его там оставляют на подоконнике, чтобы умер и так далее. Чего так и не бывает? Это же ужас просто. Как мы, люди, сами себя уничтожаем? Есть другие противозачаточные средства, когда внутрь женщины вставляется спираль. И смысл ее тоже какая? То есть клетка тоже соединяется, но эта спираль тоже не дает прикрепиться к матери. Тоже понимаете, да? Тоже происходит аборт. Поэтому нам, христианам, вот такие формы предохранения, они категорически не подходят, потому что это все связано с тем, что человечество додумалось уничтожать своих детей вот таким способом. Ну, я думаю, что все понятно, если люди взрослые, если что непонятно, или я там рассказал как-то не очень подробно, пожалуйста, голову включаем, спрашиваем у знакомых врачей, интересуемся в интернете, все там это есть. Закопать голову в песок и думать, что там вокруг тебя ничего не происходит, это не решение проблемы, да ведь? Понимаем, да, что страус голову-то спрятал, а весь филей у него на улице. Поэтому мы не должны с вами быть похожими на страусов, прятаться от проблем, не обдумывать их, потому что еще раз скажу, вот этот вот набирающий оборот безумный уже постхристианский мир, он очень быстро будет предоставлять нам разные возможности уклониться от Бога, от Христа. И нам надо обязательно продумывать, вот следить за этим духом времени, чтобы нам не попасть в эту беду. Еще, что связано с абортом, как можно, к сожалению, попасть в разряд убийц, это когда мы говорим своим близким, да иди, сделай аборт. И нам кажется, что мы же не тот врач, у которого его перчатки хирургические в крови, не мамочка, которая там потом всю жизнь каяться будет и клясть себя за то, что он такое сделала. Мы вроде как бы посоветовали, но что такого? И к сожалению, братья и сестры, вот это, в это впадают часто христиане по какому-то вообще сумасшествию, понимаете, это происходит. Или, допустим, деньги давали, вот давали деньги. Иди, сделай, да? То есть то, что мы, допустим, неправильно как-то воспитали своего ребеночка и наш ребеночек там 16, там 17 лет вне брака принес нам новость, что у нашего ребеночка будет внучок, а мы не готовы. Это не повод идти убивать своих потомков. Это повод каяться, да, и положить покаянный труд для того, чтобы воспитать из этого младенчика хорошего христианина. А если мы советуем, если мы тем более оплачиваем, то мы в этом случае, братья и сестры, даже копейку дал, ты все равно соучастник этого заказного убийства. Давайте будем трезво к этому относиться. Ну, на этом, наверное, закончим сегодня, дорогие мои. Время нашей передачи подходит к концу. Разговор у нас непростой, да? Ну, как вы, собственно, вы и просили, да? Так подробно, серьезно разговариваем мы с вами по-взрослому, да, о том, что грехи существуют, что беды вокруг нас есть, и нам, христианам, с вами нельзя не впадать в эти вещи. Если впали когда-то в прошлое нашей жизни до прихода в церковь, давайте искренне каяться, братья и сестры, и ни в коем случае не впадать в эти самые страшные грехи, потому что есть грехи, которые Господь сказал, что Он сам отомстит за них, да, что небо будет мстить за эти грехи, и в том числе за пролитую невинную кровь. Это все про этой истории, понимаете? И поэтому вот эти катаклизмы, всякие беды, которые на нас валятся, техногенные вещи, это все может быть следствием того, что вот эта кровь убитых младенцев вопьет об отмщении Богу. Поэтому давайте будем внимательны, братья и сестры, помоги нам всем Господь до новых встреч. Музыка 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 Музыка